Приветствую вас на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня разберемся, как включить микроволновку. Рассказывать буду на примере данной старенькой микроволновки LG, но как бы скользко коснусь и других типов микроволновок с другими типами управления. Итак, вот если вам надо просто разогреть пищу, то есть чаще всего люди для этого микроволновку используют, то вот из всего многообразия кнопок, которые есть на панели, вам понадобится по сути всего три. То есть это кнопка старт-сброс, то есть стоп-сброс, она используется для того, чтобы остановить процесс, отменить какую-то программу разогрева тоже. И есть старт и быстрый старт кнопка. То есть открываем микроволновку, ставим туда посуду, в данном случае я просто поставлю тарелку, ну вы естественно поставите тарелку с едой. И накрываем специальной крышкой. Вот рекомендую настоятельно такие крышки использовать, потому что приходится реже мыть микроволновку, ну и вообще много плюсов у такой приспособной, так скажем. Всё, дальше мы нажимаем кнопку минуты, ну вот я ставлю, например, на две минуты разогрев, и жму кнопочку старт. То есть если мне надо остановить, сбросить программу, я жму стоп, это вот я остановил, но отчёт времени не закончилось, то есть можно возобновить, допустим, да, при случае. Если я дважды нажимаю, то это сброс, то есть всё, придётся заново настраивать время. Вот так это работает, это разогрев. Есть предустановленные программы, некоторые пользуются, допустим, она с нормальными характеристиками, почему бы нет. Например, быстрое разморозное, да, то есть мощность задано, время задано, одну кнопку нажали и всё. Остановить также стоп-сброс. Ну и остальные там автопрограммы. Если, допустим, будете готовить, то вам, возможно, понадобятся более, там, длительные временные промежутки, так скажем. То есть мы нажимаем, например, 20 минут, и всё, и микроволновка уже целых 20 минут будет, соответственно, разогревать пищу. На многих моделях также можно устанавливать, допустим, отсрочку старта, да, вот эта кнопочка. Можно мощность выбирать, да. Ну, я, допустим, только разогреваю, я мощность один раз поставил, больше я этого не делаю, меня устраивает. Если, например, дарите микроволновку пожилому человеку, либо вы, допустим, сами не хотите с кнопками разбираться, берите тогда модель с поворотными ручками. Самый простой вариант. Вот здесь получаются две поворотные ручки. Одна для выбора мощности, если разогреваете, она вообще вам не нужна, вы один раз мощность выбрали и больше не трогаете. И вторая, это выбирать временные интервалы. То есть, крутнули, и всё, и пошёл процесс. Никаких этих сбросов, стартов там и прочее. Если вам надо остановить, вы просто ручку поворотную в обратную сторону прокрутили в нейтральное положение, и всё. И микроволновка отключилась. Это самое простое, но вот эти вот такое механическое управление, так скажем, имеет свои минусы. Если что-то с ней случится всё-таки, хотя они достаточно стойкие, то есть, ремонту практически не подлежит. Вот эти вот, такого рода микроволновки ремонтируются лучше. Ну, в частности, конкретно эту микроволновку буквально вот на коленке удалось починить. Вот она до этого 12 лет отработала, ещё, мне кажется, лет 8 точно отработает. Также ещё вот хотелось бы коснуться безопасности. Вот многие, если первый раз пользуются микроволновкой, ничего не знают о посуде. То есть, нужно использовать посуду, которая выдерживает вообще микроволновку. Ну, для разогрева, ладно, там можно обычную керамическую. Вот для готовки лучше использовать из специального термостойкого стекла, ну, или керамики термостойкой. Также нельзя вот так вот делать, да, некоторые по первости берут, забыли вилку, да, или что-то. То есть, это чревато последствиями. То есть, если вы оставляете металлический предмет или ставите металлическую посуду, то микроволновка может выйти из строя. Причём так довольно-таки феерично выйти из строя. Ну, и плюс нельзя в микроволновку класть, допустим, яйца, да, это вы понимаете. То есть, яйцо взорвётся внутри и будете отмывать. Также любые другие предметы, продукты, которые, ну, имеют, скажем так, закрытую такую скорлупу, либо что-то подобное, да, что может создать избыточное давление внутри и произойти, что называется, взрыв. Также вот, например, с осторожностью разогреваете продукты. Ну, например, там, те же кусочки печени, например, или какие-то вот такие вот, где внутри полости есть. Или, например, зразы. Иногда они взрываться имеют свойство в микроволновке, поэтому вот такая вот крышка, она в этом плане помогает. Ну, и вообще, как бы, будьте осторожны, ухаживайте за микроволновкой. Ну, и она прослужит достаточно долго, потому что современные модели микроволновок, они в целом достаточно надёжны. Если у вас вопросы какие-то возникли по включению микроволновки, либо ещё какие-то смежные вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на кнопочку подписаться, под видео жмите на колокольчик и всего вам доброго.